Доброго дня и ночи, дорогой слушатель! Особая привлекательность экономики Land of Good в том, что ее очень легко воплотить в жизнь. Она легко объясняема и внедряема. Это формула, готовая к употреблению. Однако, чтобы она сработала, необходимо определенное состояние сознания. Сознание человека, владеющего искусством, брать на себя ответственность. Воспринимать себя, как самый главный проект своей жизни. Как самую многообещающую рентабельную инвестицию. Как независимую, всесильную, самоуправляемую единицу. Но не в форме проявления эгоизма, а как пробуждение того факта, что все, что вы когда-либо хотели, находится в вас самих. Верить в себя недостаточно. Надо знать и чувствовать себя. Добрые чувства к себе и другим выходят на первый план, как единственный возможный путь к миру и процветанию. Если вы не умеете настраиваться на волну радости от того, что вы делаете, вне зависимости от того, что вы делаете, тогда ничто из материального вас не будет удовлетворять. На данный момент в Land of Good набирается команда учителей и наставников, которые будут помогать с нахождением и поддержанием швения, сосредоточенного на личном благополучии. Хотя для некоторых может показаться странным обсуждать внутреннее «я» в разговоре об экономике. Но вы сами увидите, что после освобождения от некоторых концепций, навязанных системой, вы сможете воссоединиться с людьми и природой на более высоком уровне, на уровне свободы, счастья и процветания. Прежде всего, желательно отказаться от этой так называемой системы, то есть от принадлежности к определенной стране, нации, расе или политической партии. Чувствуйте себя землянином, детем Матери-Земли. И только люди и природа, которые вас окружают, люди, которых вы любите и которые любят вас, имеют значение. На фоне обладения этими способностями имеет смысл обратить пристальное внимание на приближающийся неизбежный процесс распада больших городов. Во время пандемии густонаселенные мегаполисы показали себя как сверхзависимая единица, который не в состоянии себя поддерживать и обеспечивать, а в наше время намного лучше бы жить в самодостаточной единице, на которую можно рассчитывать, несмотря на любые чрезвычайные ситуации и катаклизмы. Во время пандемии в большинстве городов в очень короткие сроки закончилась провизия. Это должно насторожить. Из-за климатического кризиса похоже, что пандемия будет не последней проблемой, с которой мы будем сталкиваться. Поэтому организация самодостаточной единицы является приоритетом в Land of Good. Итак, что такое самодостаточная единица? В Land of Good мы называем это Ордекс. Ордекс играет центральную роль в экономике Land of Good. Ордекс – это плавное вливание фермы в природную экосистему и иногда в город. Ордекс – это хорошо организованное, независимое, самообеспечивающееся сообщество, которое объединяет людей схожими потребностями и идеалами, без какой-либо оппозиции. Людей, живущих в Ордексе, мы называем ордексистами. Ордекс не должен превышать по численности 10 тысяч жителей. Если он превышает, он раскалывается на два Ордекса, в результате чего происходит полезное обновление внутренней организации. Все Ордексы объединены одной целью добра и стремления к счастью и процветанию, но свободны в своем выборе пути к этим целям. Они не вмешиваются в дела друг друга, кроме как по обоюдному согласию. Есть два пути создания Ордекса. Первый путь лежит вне города, где люди сливаются с природой, не нарушая ее экосистемы. А второй происходит в городе, где люди пытаются восстановить природу на городских территориях. Этот второй путь – это сценарий, который развернется в городах в ближайшем будущем. В определенный момент городам придется столкнуться с проблемой обеспечения собственными продуктами питания в городских условиях. Но первый сценарий уже реализуется в нашей реальности, и я рада, что могу поделиться с вами нашим опытом. Если вы живете в деревне или на ферме, то сегодня вы находитесь в привилегированной позиции, так как у вас уже есть земля, на которой вы сможете организовать свой Ордекс. Но вам предстоит открыться тому, что к вам присоединятся другие люди, и это будет в ваших же интересах, так как из-за изменения климата нам предстоит еще многое пережить. Вы не справитесь одни, вам нужна команда. Фермерам лучше быть готовым к тому, что рано или поздно люди хлынут в деревни в поисках еды и воды. Ни в коем случае не стройте оборонительную стену вокруг своей фермы, стройте Ордекс. Если вы живете в городе, и у вас нет возможности иметь дом на земле, начните налаживать связи с местными фермерами. Помогайте им, сотрудничайте с ними, учитесь у них, приобретайте еду у них, а не в супермаркетах. Спросите их, чем я могу быть полезен, как я могу жить рядом с вами, не мешая вам. Обсуждайте это много-много раз, потому что мы вступаем в эру водолея, а водолей любит дискуссии, консенсус и справедливость. Поверьте мне, я сама водолей. Обсуждайте с ними возможность создания сообщества единомышленников. Сообщество, которое со временем будет включать в себя всевозможных экспертов, таких как строители, инженеры, врачи, учителя, артисты, сантехники и прочие специалисты жизненно важных профессий. Сообщество социальной сплоченности. Вовлекайте одиноких пожилых людей, доставляя им удовольствие быть востребованными и заботиться о младших. Это даст вам время и пространство для работы над вашим Ордексом, потому что вашим следующим приоритетом станет обеспечение собственного энергоснабжения. Найдите способ установить электричество, которое будет контролироваться только вашим Ордексом. Своё электричество – это залог независимости. В Голландии проблема независимого электроснабжения решена с помощью солнечных панелей. Многие страны, некоторые компании субсидируют и даже спонсируют солнечные панели. Воспользуйтесь этой возможностью. Существуют и другие источники экологически чистого электричества. Я сделаю отдельное видео, в котором постараюсь охватить все способы генерации зелёной энергии. Имейте в виду, что энергоресурсы будут продолжать дорожать и опустошать планету, а зелёная энергия бесплатна и безвредна. Надо только найти способ её генерировать. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в какой бы стране вы ни жили, если вы решите следовать экономике Land of Good, ваше правительство обязано будет поддержать вас, потому что вы будете разрабатывать проекты устойчивого развития. В соответствии с новыми законодательствами они больше не могут сказать «нет» проектам устойчивого развития. Как только у вас будет собственное электроснабжение, вы сможете выполнить следующий шаг – установить собственную систему водоснабжения. Вода позволит вам сажать и выращивать собственный продукт питания и управлять своим производством по переработке отходов. Как только вы получите контроль над этими основными потребностями, ваш Ордекс будет готов к работе. Именно так это было успешно осуществлено в Ордексах в Голландии и Бельгии, которые состоят на сегодняшний день из 338 независимых населенных пунктов, которые называют себя сетью «Экоферм», и число их растет с каждым днем. Они также начали с одного сообщества и с одной солнечной панели. Сегодня они уже работают над здравоохранением, инфраструктурой, новыми системами образования и вкладывают в искусство. Представляете, как далеко они продвинулись? Всего за пять лет. Это произошло так быстро, потому что их Ордексы обмениваются информацией на основе одноранговой сети. Сеть предлагает экспертов, организаций и обучение бесплатно. Они не работают на босса, они работают на себя, на семью и на свой Ордекс. Они работают не на деньги, а на изобилие, в этом большая разница. Такого рода вкладничество лежит в основе экономики Land of Good. Ты вкладываешь в себя и в свой Ордекс, владея искусством дарить и получать, которое основано на доброте, соучастии и гибкости. Помните закон кибернетики? Самый гибкий элемент становится управляющим. Ордексисты работают только для людей, которые им нравятся, потому что они любят свое дело и получают от него удовольствие, а не потому что они должны. Обмен знаниями, опытом, продуктами и услугами, основанный на вкладничестве, выводит экономику в эффективный режим. В Land of Good все производство, распределение и торговля осуществляются в рамках личных социальных связей. Это делает поддержание честной и хорошей репутации весьма важным. Поскольку продукция обменивается на местном масштабе, производство значительно сокращается. В Land of Good мало – это новое много. Мало производства, мало упаковки, мало распространения, мало пристрастия к приобретению продуктов, мало отходов, а значит намного меньше работы и стресса, что означает больше свободы, свободного времени и здоровья. Такая экономика сознательного сокращения в Land of Good явно противоположна нашему патриархальному экономическому росту. Экономика сознательного сокращения снимает большую нагрузку с общества и создает положительный эмоциональный фон, что ведет к иммунитету, предохраняющим от болезней, голода и вирусов. Этот иммунитет помогает ордексистам чувствовать себя хорошо, принимать правильные решения и развивать свои таланты. Поскольку ордексы производят и употребляют свои собственные продукты и почти не используют продукты и услуги государства, они почти не платят налогов. Кроме того, как я уже упоминала, правительство обязано поддерживать их инициативу, потому что они разрабатывают проекты устойчивого развития. Речь идет о серьезной правовой независимости. И если вы серьезно мечтаете о лучшей жизни, вам лучше оставить умирающую, разлагающуюся систему такой, какая она есть. Мы все равно не сможем ее больше спасти или изменить. Можем ли мы от гнилой осины просить свежих апельсинов? Поэтому эффективнее всего было бы полностью игнорировать систему и начать вкладывать свои усилия в себя и свое сообщество. Если бы вы посчитали, сколько своего драгоценного времени и энергии вы отдали своему начальству, своему правительству, сколько времени вы тратите на просмотр новостей, их обсуждение, эмоциональную вовлеченность, участие в забастовках и протестах, то вы бы увидели, сколько домов вы бы могли уже построить. Но сейчас не время сокрушаться, потому что жизнь такая по своей сущности, все постоянно меняется. И если вы хотите успеть на поезд выживания, вам нужно быть гибким, добрым, терпеливым и творческим. У каждого ордексиста есть свой свободный выбор между всеми ордексами. Land of Good – это концепция ликвидного, пластичного сообщества, потому что право на миграцию рассматривается как основная потребность в выборе того уклада жизни, который вам больше всего подходит на данном этапе вашей жизни. В Land of Goods созданы все условия для того, чтобы миграция между ордексами проходила легко и увлекательно. Обмен домами, совместное использование транспортных средств, сезонные проекты, приключенческая работа, обучение непривязанности делают переезды из ордекса в ордекс с простым и вдохновляющим занятием. Каждый может покинуть или присоединиться к любому ордексу, если он готов рассматривать доброту как новую валюту. В эпоху Водолея, в Land of Good, выживание сильнейшего полностью вытесняется выживанием добрейшего. Однако такая свобода предполагает ответственность и самодисциплину, поэтому правильное образование и воспитание играют центральную роль, о чем мы и поговорим в следующем видео. Благодарю каждого из вас!